Привет, друзья! Совершенно не важно, оказывается, ну не совершенно, а вообще почти, ну как бы, как говорится, ну не важно, какой у вас вид, не важно. Важно, как подсказала участник нашей школы, Надежда наша Байлова, глаза, чтобы улыбались. Вот когда вы делаете улыбку не только вот здесь, вот, ну понятно, да, а в глазах, глаза, чтобы улыбались. Вот там, видите, участник события, его свидетель на картине у меня. Глаза, чтобы улыбались, чтобы там была какая-то улыбка, какая-то ирония, какая-то юмористическая такая вот изюминка. И тогда происходит необычайное влияние на собеседника. А вы знаете, в какой глаз смотреть надо, когда вы разговариваете с человеком? В какой, в правый или в левый? Ну да, надо смотреть в тот, который мягче. А вы невольно так и делаете, потому что, когда вы смотрите в жёсткий глаз, вот этот, вот, например, видите, жёсткий какой? Он так связан там с нейросетями мозга, что он напряжённый. Этим глазом как бы я вижу, а этот как бы его сопровождает. Ну а теперь послушайте. Вот у нас был вебинар, описание там, не описание, а ссылка, кто ещё там не был, посмотрите внизу. Так вот, там комет прикреплённый, кто захочет, приобретёт. И там было маски эмоций. И вот поскольку на вебинаре я отвечал на вопросы, которые задают, ну, по программе, которая была там представлена, а вот по маскам эмоций никто вопрос не задал, и поэтому весь вебинар прошёл так хорошо, так успешно, все такие довольные, там много нового, полезного. По маскам так и не сказали, потому что не спросили, а надо спрашивать. И на бесплатных ликбезах надо спрашивать, и на вебинарах надо спрашивать, чтобы я мог дать развернутый ответ. Ну не спросили, и поэтому я и это время не потратил на это. А сейчас скажу, что такое маски эмоций? Я был как-то в группе у Бояршинова. Это очень давно было, но много-много лет назад. Он нас всех положил на пол, мы лежали, и он сказал всем расслабиться. Мы расслабились, и он говорит, вообразите, что у вас, например, удивление, или вообразите, например, недовольство, или вообразите себе, что у вас состояние грусти, или такое состояние изумления, что вы очарованы. Ну, короче говоря, он предлагал несколько таких образов, которые надо было как бы примерять к себе. Это я уже говорю, примерка масок. А он просто предлагал в положении нас лёжа вот эту примерку этих эмоций, этих состояний таких. И потом вдруг наступало такое роскошное расслабление, я тоже помню это, и все, которые были там в группе. Хорошо это заметили и почувствовали, и все были такие довольны, и все так роскошно расслабились, что сразу попали в наше состояние нуля, о котором я постоянно говорю на наших и ликбезах, и вебинарах, и в роликах, которые я выпускаю. Состояние – это такая субстанция, субстанция такая, когда бывает, когда вы проснулись, но не до конца. И вот такое состояние, когда мысли плывут, как облака, ничего внутри не задевая. Да, вот такое состояние. А потом вдруг вспомнил, что у тебя встреча или выступление, или экзамен, или ну что-то такое важное, и включился. Вот до этого момента нулевое состояние безмятежности. И вот было 10, например, на нашем индикаторе напряжения. Боль, страх, какое-то негодование, гнев. Стало ноль, безмятежность. Так вот. А если вы примерите ещё туда улыбающиеся глаза, это я добавляю от Надежды Бабайловой. Ой, сколько она хороших советов нам дала. Она же участник нашей школы «Человек будущего», «Хомофутурус», «Школа человечности». Надежда, ты наш. Так вот. Что нового у нас? В отличие от того, что делал Баршинов. Он же нас положил на пол, и мы расслабились. А оказывается, можно это делать и сидя. Смотрите, глаза улыбаются. И стоя. И в разговоре, чтобы привлечь внимание собеседника, чтобы он не мог отвести от вас взгляда. И у вас столько друзей появится. Да, это так удивительно. Примерьте глаза улыбающегося человека. Вспомните что-то такое, которое вызывает у вас улыбку. И глазами улыбаетесь. И вы увидите, если будете смотреть со стороны, как на моей картине, что человек реагирует. И вообще не важно, какая у вас рубашка. И не важно, какая у вас прическа. Видите, я специально сделал такую прическу, что это совершенно не важно. Потому что, когда у вас улыбка в глазах, вы такое бываете потрясающее, что люди за вами потянутся. Вот это и есть примерка маски эмоций. Поделайте это. А потом, в следующем ролике, я вам расскажу, как выходить из голограммы, в которой вы находитесь, суетного состояния, доминанты, стресса. Страха, комплексов, стереотипов мышления и шаблонов и подражания авторитетам и подверженности, манипуляциям. Выходить оттуда в доминанту потока через эту безмятежность. В доминанту потока, когда вы можете так свободно себя вести. Как я сейчас вам это всё рассказываю, нисколько я не зажат, не смущаюсь. Потому что я вам говорю полезное. Ещё раз посмотрите на мой глаз. На этот и на этот. Этот мягче, правда? И туда и легче вам смотреть, правда? Поэтому, когда вы смотрите на человека, вы невольно смотрите в тот глаз, на который смотреть легче, где нет сопротивления. Поэтому, и сидя, и стоя, и лёжа, и даже во время ходьбы, когда ты с кем-то встречаешься, например, глазами тоже улыбайтесь. Ну да, был бы Станиславский, он сказал бы мне, верю, да, верю, верю. Молодец Станиславский. Такое давал, такое давал. Просто люди не знали, что это только для актёров, а это для всех. И Байершинову, конечно, была бы возможность. Мы бы сейчас провели встречу. Да. Но, к сожалению. К сожалению. Ну что делать? Память-то остаётся, когда человек даёт полезное. До встречи.